Всем привет дорогие друзья, с вами Джон Кормилицин, это 62 выпуск CG новостей с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Вы пока устраиваетесь поудобнее, а я расскажу, что у нас сегодня в этом выпуске. Rebranding Unity, мультфильм Sprite Fright от Blender, Adobe приобрела и прибрала себе платформу Frame.io, значительное обновление Foundry Mari 5.0 и международная конференция с бесплатным доступом. После новостей гляньте обязательно последний задизлайканный к хренам ролик по Матрице, в котором мы специально для таких дегенератов, которые ставят дизлайки, рассказываем о том, как необходимо делать определенные эффекты структурно и с пониманием. Потому что мало у кого доходит мозгов, что есть какие-то определенные кадры, которые могут не вписываться в понимание от заказчика. И если у вас будет задача повернуть голову на 360 градусов и чтобы это выглядело очень хорошо, то ваша Moco Pro обосрется тут же. Поэтому после такого фидбэка не ждите от нас супер классных разборов, где мы рассказываем реально сложные вещи, от которых можно выполнить огромное количество дочерних задач. Будем делать просто и весело и рассказывать про какие-нибудь нейронки, которые делают за вас всю работу. Ииии да, небольшой сюрприз. Ну что, готовы? Блендер. Да, он вернулся, но ненадолго. До выхода третьей версии крупных новостей точно не стоит ждать. А это, поверьте, еще совсем не скоро. Сейчас лишь обновление LTS 2.93.5. В этом выпуске есть исправление ошибок в UV, трекинге, Grace Pencil, Eevee и не только. По ссылочке в описании можно посмотреть весь Change Log и заодно скачать сборку. А еще она доступна в Steam, Microsoft Store и Snap. И немного о предстоящем мультфильме Sprite Fright от Blender. Анимация уже находится на финишной прямой, поэтому команда разработчиков решила назначить онлайн-премьеру на пятницу 29 октября. И за день до этого состоится предпросмотр в оффлайн-режиме в iFilm. iFilm – это музей кино, расположенный в гавани Амстердама. Если каким-то невероятным образом вы решите на него пойти, то из-за ограниченного количества мест необходимо заранее забронировать билет. Ох, как бы я хотел съездить туда с вами. Вход абсолютно свободный, как и Blender. А еще все, кто поддерживал фонд и является подписчиком с декабря 2020 года и ранее, могут попасть в титры в конце мультфильма. По предварительным данным спонсоров уже около 5000. Все подробности уточняйте по ссылочке в описании. Анастасия Сафари выпустила Magic Squire 5.0. Программа идет в качестве плагина для Photoshop. С ее помощью можно легко организовать собственное пространство кистей, для каждой из которых автоматически генерируются превьюшки. Среди изменений это новая компактная, панель для быстрого доступа к основным свойствам кисти, таким как например прозрачность, жесткость и прочее. Появилось несколько функций по одновременному изменению неограниченного количества инструментов, а еще вдобавок множество исправлений и улучшений. Все подробности по ссылочке в описании. Состоялось обновление D5 Render 2.0. Это средство визуализации с ускорением NVIDIA RTX. В основном используется как обычно в области архитектуры интерьеров и ландшафта. В дополнение к нему идет обширная библиотека ассетов. В ней между прочим уже более пяти тысяч моделей и около полутора тысяч материалов. Подключение к коллекции происходит напрямую, так что проблем с поиском быть не должно. D5 Render совместим с 3ds Max, Revit, Rina, SketchUp, ArchiCAD и конечно же Blender. В последней сборке обновили интерфейс, он стал более понятным и плавным. Завезли новые системы облаков и ветра. Добавили параметры температуры для Emissive Materials. Оптимизировали источники света для крупных сцен и теперь поддерживается экспорт статичных кадров в размере 16к. В категории Asset улучшили движение и действия персонажей. Добавлено множество динамических моделей животных, растительности, а также просто объектов архитектуры, мебели и каких-то локальных мелочей. И что самое удобное и инновационное появился поиск избранного. Но все остальное смотрите уже сами по ссылочке в описании. Unity Technologies сделали ребрендинг. Компании почти 20 лет и это первое значительное изменение. Логотип компании и движка сохранил форму куба, а вот оси поменяли свое вращение и стали немного толще. Теперь он более 3D-шный. При этом сменился не только куб, но и написание Unity. Первая буква U значительно выросла и стала заглавной. По сообщению разработчиков новый ребрендинг лучше отображает эволюция компании. А вот стрелки, точнее оси куба, представляют бесконечные возможности для всех пользователей. Кроме этого, в ближайшие месяцы изменят лого и некоторых других продуктов Unity. Все они анимированы и отражают суть программы. На данный момент у компании представлено более 30 различных инструментов. Вы же не думали, что они специализируются только на одном движке? Пишите, что думаете о таком ребрендинге, жду ваши комментарии. Я смеюсь из-под полы, потому что, ну блин, сейчас все практически ринулись изменять логотипы своих компаний. Я думаю, у вас точно есть какие-нибудь интересные мысли, которые можно навести к какой-то аналитике. А особенно интересно мнение олдов, потому что в сети, как и в случае с Adobe и Autodesk, пользователи сильно расходятся во взглядах. В Foundry представили публичную бета-версию Mari 5.0, которая позволяет рисовать текстуру прямо на модели. Ключевыми изменениями является переход на Python 3.7. Ну и сразу уточню, что предыдущая версия 4.8 содержит тот же набор функций, что и пятая сборка, только в отличие от последней она идет на Python 2.7. Такие расхождения необходимы для тех студий, кто еще не перевел свой пайплайн на третью версию. Хотя эра второго Python закончилась почти год назад. Ну и давайте быстро расскажу об остальных улучшениях. Появилась совместимость с форматом USD, при этом поддерживается только импорт меша. Камеры освещения и прочее завезут позднее. Обновили систему кистей, это, кстати, самая долгожданная новость. Расширили функционал для индивидуальной настройки кистей. Представили 5 новых процедур генерации градиента, что пригодится для создания естественных масок. И, конечно же, повысили производительность. Все подробности по ссылочке в описании. Чтобы получить доступ к информации, понадобится регистрация, иначе на форум тупо не пустят. Adobe завершила сделку по приобретению платформы Frame.io. Покупка обошлась в один с чем-то там миллиард долларов. Я думаю, там дальше уже можно не считать. Планируется максимально возможная совместимость с программами Adobe Creative Cloud, в особенности с Premiere Pro. Вы уже, наверное, подумали, а что с другим софтом? Не переживайте. Пользователи Final Cut Pro, DaVinci Resolve и Avid Media Composer, возрадуйтесь. Поддержка вашего софта будет продолжаться, даже несмотря на переход в экосистему Adobe. Надеемся, что слияние приведет к чему-то реально масштабному. В октябре этого года в Инстантеро версии 2.4 должны завести поддержку PBR материалов, что позволит создавать собственные материалы или импортировать их одним щелчком мыши. Так что ландшафты станут еще более реалистичными, осталось научиться их настраивать. Давненько не было новостей от Insidium, создателей X-Particles. И вот не так давно они обновили свою коллекцию Fuset, которая содержит все продукты компании. А это Cycles 4D, Mesh Tools, Terraform FX и, конечно, X-Particles. А также дополнительные пакеты материалов и прочее. Последнее обновление содержит исправление ошибок в XP Dynamics, XP Shatter, XP Cache и Terraform FX. Помимо этого у программ значительно повысилась производительность и стабильность. Если у тебя лицензия и стоит разрешение на онлайн обновление, то все улучшения должны были прийти автоматически. Если же ничего нет, то загляни в свою учетку на сайте. Ссылочка в описании. Международная конференция по анимации VFX и компьютерной графике Vue Conference объявила полную программу на этот год. Пройдет она в итальянском городе Турин с 17 по 22 октября 2021 года. В выступлении примут участие ведущие специалисты Walt Disney, Pixar, Sony, Epic Games, Nvidia и многие другие. Изначально, чтобы попасть на трансляцию или очную встречу, необходимо было оплачивать билет. И вот буквально пару дней назад организаторы объявили, что в этом году шоу можно будет посмотреть бесплатно. Как онлайн, так и непосредственно в Турине. Конечно, тут не без ограничений. Халява идет только на некоторые доклады и мастер-классы. Но при этом в рамках бесплатного билета их порядка 150, что довольно-таки много. А так конечно же в приоритете будут те, кто оплатил вход. И что касается трансляции, то тут платные билеты позволяют лишь запросить запись семинара. Кто решил пойти, ссылочка в описании. И еще немного о возвышенном. Телевизионная академия объявила лауреатов 73 премии Engineering Emmy Awards. И среди рендеров награду получил Верой от Хаус и Арнольд от Autodesk. Также отметили Golem Crowd, которая процедурно анимирует тысячи персонажей для быстрого заполнения телешоу, фильмов и игровых роликов. Так что смотрите на эту информацию, как на инсайт того, чем пользуются люди в телевидении. А вот информацию об остальных участниках смотри по ссылочке в описании. В сети появился доклад о новой нейронке Headgun, которая позволяет настраивать анимацию лица. Сначала система извлекает данные из видео, после реконструирует лицо, а затем визуализирует, ну и позволяет настроить эмоции и некоторые другие параметры. То есть буквально вручную с помощью ползунков лепишь новые выражения лица. Выглядит это намного лучше предшественников. Ну все, нейронки скоро захватят наш виртуальный мир. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайк, можете дизлайк, я не знаю, по привычке. Обязательно не забывайте заходить к нам в телеграм-канал, для того, чтобы посмотреть свежие новости, а самое главное, закинуть вашу работу в наш постоянный еженедельный пост. Да. К слову говоря, те работы, которые вы сейчас видите, это работы наших подписчиков. Зачастую мне пишут, точнее писали заказчики, которые хотели найти какого-нибудь классного специалиста. С этим постом у них появляется такая возможность, чтобы выбрать специалиста самим по вашим работам. Теперь мы будем делать акцент не на уроках, а на результате. Если вы хотите, чтобы мы также часто выпускали ролики, мы будем выпускать их не с каким-то классным разбором самого урока, а именно с результатом. Потому что если делать ролики быстро, то на хороший результат реально уходит очень много времени. Но и с хорошим результатом урок будет гораздо меньше. Я лишь надеюсь, что это не и чаевские псы. Спасибо еще раз и до новых встреч.